Старт строительству этого здания по улице Чертогашево был дан около года назад. В помещении должны разместиться тренажерные залы. В рамках первоначального проекта ограничиться объект должен был максимум тремя этажами – цокольным и парой надземных. В департаменте ГАЗ проект утвердили, разрешение на начало работ выдали. Дальше материалы ждали в следующей инстанции – в госстроенадзоре. Они приходили, показали, какие у них есть документы. Мы посмотрели перечень документов, а именно проектная документация не в полном объеме была предоставлена. Соответственно, мы их отправили на доработку. Однако проект в госстроенадзор больше не вернулся. Между тем, стройка началась. В результате здание вышло на один уровень выше положенного. Надземных этажей оказалось три. В середине апреля в дело вмешалась прокуратура. Вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении генерального директора. Это то, что они начали строительство в отсутствии разрешения на четвертый этаж. И то, что не уведомили уполномоченный орган Министерства строительства и жилищно-колуманального хозяйства о начале строительства. Общая величина штрафов в адрес гендиректора будущего дворца спорта составила 30 тысяч рублей. Более того, в течение месяца, до 29 мая, нужно устранить нарушения. На наш взгляд, уже данным обществом приняты меры к устранению, поскольку переданы в госэкспертизу документы на выдачу положительного заключения. По результатам уже получения положительного заключения экспертизы, соответственно, будет департаментом выдано разрешение на строительство. Так что речи о сносе верхнего этажа здания не идёт. Кстати, представители дворца спорта в телефонном режиме также подтвердили. Проектную документацию уже привели в порядок. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.